И всем привет! Сегодня у нас обзор на PGP IO Union NV40. Какого-либо адекватного обзора на данную консоль на YouTube я не нашел. Ну и поэтому пришлось восполнять пробел. Но именно эту модель почему-то не засылают блогерам и не просят ее рекламить. И если честно, я понимаю почему. Но не будем забегать вперед и начинаем мы, как всегда, с распаковки. Поехали! Ну что ж, вот такая вот коробка нас встречает. В принципе, дизайн идентичен и Junior FC25. Здесь написано Union NF NV40. Игры опять же 4000+, но почему не написать точное количество? Экран 4,1 дюйма HD, то есть, я так понимаю, здесь должно быть разрешение как минимум 720p. В комплекте у нас кабель под заряд. Эмулятор 8 бит, 16 бит, 32 и 64. Также 5 часов без дополнительной подзарядки нам обещают. 160 грамм это легкий вес, по их мнению. Ну и современный порт зарядки USB Type-C. На боковых гранях ничего особенного нет. Ну и на нижней части коробки у нас изготовитель Китай. Дата изготовления октября 22-го. Срок службы 2 года. Гарантийный срок 12 месяцев. Произведен, соответственно, в Китае. Опять же, еще раз комплектация, которую мы сейчас, собственно, и посмотрим. Открываем нашу коробочку. Сверху видим консоль, к ней мы вернемся позже. Ну и внутри, соответственно, инструкция на русском языке. Односторонние. Даже есть гарантийный бланк. Ну и кабель USB Type-C для зарядки консоли. Больше здесь интересного ничего нет. Ну и непосредственно сама консоль. Конечно, она такая довольно-таки легкая. Спереди у нас крестовины, кнопки A, B, X, Y. Два вот таких вот грибка. Кнопка Escape, Select, Start. Сверху у нас одна пара шифтов. Ползунок включения-выключения. Type-C. Что отличает от китайских консолей, так это наличие Type-C, а не mini-USB, которые до сих пор пихают китайцам. Слот под карту памяти. Здесь у нас стоит флешка на 8 гигабайт. Кнопка сброса. Выход на наушники. Ну и плюс-минус уменьшение и увеличение громкости. Снизу ничего нет, слева ничего нет, справа также. Сзади у нас встречает бутафорская камера. Ну и такое обозначение, типа как подобие Nintendo. Switch. Собственно, она в такой раскраске красно-синий. Ну, я так понимаю, здесь, скорее всего, все-таки монодинамик, несмотря на то, что прорези здесь две. И информация о том, что 8 гигабайт. Только непонятно, это 8 гигабайт имеется в виду флешки или еще внутренний накопитель на 8 гигабайт. Ну и ради интереса, давайте взвесим ее. Даже 151 грамм по сравнению с UnBernic. Это, конечно, в два раза меньше. Ну, какая-то тут уже царапина непонятная. Здесь у нас, я так понимаю, тип отверстия еще микрофона есть. Ну и индикатор. Давайте уберем эту рекламную пленочку. Под ней мы видим также защитную пленку, наклеенную на экран. Уже с вот такими вот пузырьками. Если честно, ее бы по-хорошему тоже, наверное, снять. Потому что, ну, что нам смотреть на эти пузыри? Мы снимаем эту пленку и что мы видим? Да, там еще есть третья пленка. Ну, по факту вторая, конечно. Потому что первая это просто наклейка. Но она также у нас с пузырьком. Ладно, давайте попробуем включить. Загорелся индикатор. Что-то экран такой тускленький. Соответственно, кнопки нажимаются мягко. Так, дисплей. Ой, как громко. Надо почистить. Надо сделать потише меню. Аналогично меню, например, порта 2000. А также их с прошлой модели. По-моему, она C35 там называется. Если не ошибаюсь. Здесь мы видим у нас 9 эмуляторов. Плюс папка мои игры. Здесь у нас Genesis, NES, NES, Capcom System 1, MAME, Capcom System 2, Game Boy, Game Boy Color и Game Boy Advance. Мои игры, ну и настройки. Давайте попробуем в них зайти. Здесь у нас есть дисплей. И системы. Давайте зайдем в дисплей. LCD. Ну, это если мы подключаем, я так понимаю, к телевизору. Хотя кабеля для подключения к телевизору здесь нет. Настройки яркости. Это у нас минимальная. И получается 16. Это максимальная яркость. Конечно, тускловатенько. Я думаю, что под ярким солнцем не будет видно ничего. В системе у нас есть язык, таймер, нерабочее время, звук кнопок. Давайте его закроем. Ну, а еще перевод, конечно, для консоли, которые по типу для продажи в России, просто они не заморачивались с переводом. Видимо, какой был у китайцев, такой они и используют. Ну, экран, лютое дерьмецо. Он просто тусклый до невозможности. И здесь список игр, локальный диск и съемный диск, я так понимаю, это карта памяти. Ты что-нибудь откроешь? Нет файла. Вот видите, пишет. То есть, игра только на съемном диске. Внутри, по идее, память должна быть свободна. В аналогичных китайских консолях, там по типу X12, там встраивают какие-то мультимедийные плееры. Видео можно смотреть. Здесь же все. Вырезали даже камеру, хотя я не понимаю, неужели это настолько удешевило производство. Можно писать шифтами вот так вот. Он прям вот еле заметно подсвечивается. Ну, давайте посмотрим, что идет в папке Genesis. 33 страницы. Ну, конечно, страницы я даже не знаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, девять, 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 тринадцать, четырнадцать. По четырнадцать игр. Можно вправо-влево листать их. соответственно у нас нас у нас тут 15 страниц нес по алфавиту но все это вы наверняка видели в обзорах прошлой консоли две страницы у нас capcom system 1 3 страницы мэйм гипком систем 2 у нас также две страницы геймбой 8 страниц геймбой color 16 страниц и геймбой advance 13 страниц ну давайте пойдем по порядку начнем с дженесис и конечно же с нашего аладдина которого я здесь что-то не вижу может он дисней аладдин да как видим рома все биновские возможно другие он не понимает так тут уже можем погромче сделать господи какая какая красота тормозня у нас началась так ну динамик только здесь ох ты елки по моему было по управлению наоборот то есть то есть здесь прыгать на y господи как это тормозит что блин за трешак такой как это продавать просто треш я теперь понимаю почему я никому не давали на обзор счастливого обладателя консолей и джипи отпишитесь пожалуйста как у вас это все идет интересует прошлой версии по сравнимой цене отвратительно тусклый экран тормозящий мега драйв перепутано управление ну ладно давайте там escape нажмем да и у нас меню тут возвращение хорошо не извращение сохранить нагрузка чья-то и выход соответственно на сохранение у нас здесь три слота сейф 1 возвращение я бы к этому не вернулся то есть мы не можем менять формат экрана не можем сделать картинку 4 на 3 да вообще в принципе мы не можем поменять даже управление банально давайте выйдем отсюда попробуем посмотреть что там с mortal kombat можно можно нельзя до конца листать тогда только у нас появится но это это просто это просто где лепота сейчас проверим стики но скорее всего это просто дублирует кнопки кристалину и а б и к сидит непонятно все в принципе аналогично ничего не менять все тормозит это просто так ничего аналоги у нас кристалину ну а это соответственно кнопки может кому-то так будет удобней не знаю не пробовал ну давайте зайдем в бонус посмотреть ведь кто-то реально впаривает такое дерьмо бонус играет некоторые китайские консоли не могут даже бонус вывести ладно но все-таки я хочу на mortal kombat дайте самое интересное что здесь нет mortal kombat видимо чуя не ладно и его решили просто сюда не включать здесь мы до буквы м доходим монако джипи поле моус ну и как бы все зато есть мега мэн 8 который намертво вешает консоль ну как не намертво конечно надо дупляется но вот так вот 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 в общем с мега драйв тут все понятно давайте следующем на ставки повышается дальше у нас с так но здесь конечно же еще ищем наш наших обезьянок обезьянок что такое с фокусом случилось он не воспринимает это эту консоль консоль как на одном канале консоль консоль в общем мы сейчас посмотрим на эту консоль но не запускает видимо решил в ребут уйти и не запускать ничего такая лютая хрень сейчас разберемся но в общем что-то обезьяны не хотят с нами общаться поэтому мы прибегли к алладину но уже на снэс ох ты какая красота с кнопками просто просто по красоте перепутанный на всем хочу найти парашюта понять вообще тут полетать то можно нет shift shift и работают уже хорошо в целом все также дергана это не вовремя выползли где почему марточка сидит а меня они так кроет ну в общем ясно с ладином более или менее да реально более или менее может поиграть ты запустишься или нет не сразу фокус начинать уходить куда-то вот только я запускаю мартышек так ничего то есть я как тут катится я вот так вот отлично это дичь это дичь ребят мне кажется от каких-нибудь игр на суперфакс чипе она просто залетит на воздух но с такими тормозами с такими тормозами с таким экраном это просто зашквар какой-то понять тормозит дошел все-таки до второго уровня и как мы видим здесь на снэс также еще отсутствует слой передний чтоб это эффект таких облаков был более кучный здесь этого эффекта нет а это значит я очень ничего не значит супермаре у нас не встречает черным форм это очень странно каких-то элемент все равно нет например рамки там так мы пошли 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 пердит пыхтит в срату управления в общем ясно снэс здесь не играбельный ну так может снэс повезет нэс нэс давайте наши чип идейл чип идейл чип-чип-чип-чип идейл так максимально вот максимально прототип куча разных версий давай консоль выпустите нормально Что за звук? Что с музыкой у нас? Турбоконотки типа. Здесь прыжок на B и прыжок на X. Соответственно, ящики берем на... Блин, что за звук-то? Пипец. Ну, короче, даже в NES как-то не поиграть. Понимаете, да? Степень. Мысля. Пипец. Китайский мусор. Давайте другую запустим. Ну, тут черный плащ. Давайте попробуем его. Блин, все игры растянуты. Ну, а с другой стороны... Смысл непонятный. Со звуками беда. Хотя бы русские версии бы, что ли, установили. Кто в это еще будет играть-то? Что это было-то? Э, 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 подвисает еще. Ты посмотри какая. Какой звук божественный. Ей колотите. Ностальгия. Прям чувствуете, да, нотки? Э, хватит подвисать-то. Как я пройду всю игру, если ты так подвисаешь? Так, Select. Что у нас с Select? Пауза есть, а Select? Это Select. Э, Select здесь на правый Shift. Ну, логика. Конечно, у нас есть Select, но мы сделаем его на правый Shift. Молодцы. Почему на левом Shift не старт? Блин, извините, я не могу вот, я в это не могу играть. Ну, вот хоть Контр есть на русском, а? Вот шедевр. Божественно, прям. Основанная японская версия. Ой, опять тормозит. Что это такое-то? Так просто. Чувствуете дух ностальгии? Опять и просто. Уж ясно. У Ness'а и тормоза, и со звуком беда печали. Давайте, давайте ради разнообразия спустимся вниз и посмотрим на Game Boy Advance. Ну, чтобы понятно все стало. На Game Boy Advance. Тут, конечно же, у нас никакого Дума нет. Господь с вами даёт. Какой здесь ещё Дум. Ну, такая простенькая 2D платформер. Посмотрим. Я думаю, проблема будет аналогична всего. Отвратительный звук. И потише его сделать, понятно. Господи. А тут, наоборот, скорость высокая. И по музыке это слышно. Что же ты будешь делать-то? Блин. Я просто покажу сначала то, что у нас на стройке есть. А потом уже свои попробую закачать. Потому что у некоторых прям карты эти слетали все игры. В общем, понятно, беда со скоростью и музыкой. Что-то ещё там интересно можно взять-то. Давайте попробуем. Соник как раз на анбарнике проходил. Соника первого. Ничего так мне понравилось. Пердящий звук. Это ещё не на полную катушку. Ну, собственно, то же самое. С музыкой беда. Если вот так... Опа! Не, ну вроде пропуск в кадрах нет. По крайней мере здесь. Ну, если вы страдаете с этой консолью, можете страдать и дальше. В принципе, Game Boy Advance здесь то же самое. Virtual Racing. Что-нибудь хотя бы, блин, давайте гоночную что-ли. Конечно, никакой PlayStation здесь нет. Куда тут PlayStation? Тут Mega Drive тормозит. Это просто какая-то боль. Не, ну так, Game Boy Advance, мне кажется, лучше всех здесь играет. Ну так, объективно. Дальше вот гоночки. И вроде как нормально. В Game Boy Advance, конечно же, кнопки перепутаны. Вот у нас просят нажать А, а по факту это, конечно же, Б. Так, дальше. Продолжаем наблюдение. Б. Ну, это А. Ну, это, соответственно, две кнопки одновременно. Так. Ну, здесь. R нажимаем, а что-то никак. А что у нас с R? Ну, R здесь на Select. Либо, да. В общем, как вы понимаете, да, Select здесь это правый Shift, а правый Shift это, я так понимаю, Select, но со времен NES ничего не поменялось. Это, это просто нет слов. У меня просто нет слов. Давайте перейдем к Game Boy Color и Game Boy черно-белому. Game Boy Color и Mega Man. Здесь явный пропуск кадров, то есть даже пульки вылетающие здесь не видно. И если вас, допустим, ранит. Сейчас мы дойдем до этого момента. Так. А, нет. Странно. А почему же тогда пульки не видно? Интересно. А, вот. Появились. Вы видите, да? Все равно, все равно что-то здесь нечистое. Ну, а давайте посмотрим на Super Mario. Что это? Что это? Это просто... Это что такое? Как будто кто-то включил перемотку. Ну, вот он, вот он, пропуск. Ну, понятно, короче, Game Boy Color здесь развеселый эмулятор. Ну, и ладно. Ну, а теперь черный плащ для черно-белого Game Boy. Ну, это что? Эффект перемотки сохранился. Ну, и перепутанные кнопки. Это быстрая игра. Реально, как будто кто-то нажал на перемотку. Переходим к аркадам. Начнем с MAME и первого Metal Flag. Мне интересно, здесь будет закидывание монеток. На какую кнопку? На правый Shift или на Select? На Select. На Select. На Select. На Select. Так. Ну, в принципе, ничего нового, все тормозит, но поиграть в это хотя бы можно, в отличие от игр геймбоевских. Так, выйдет сюда, выйдет сюда эти, скажу, для рыбы. Ну, кстати, неплохие кнопочки, довольно-таки мягко нажимаются. Ну, это просто тормоза, но тормозав и тормозами, давайте Capcom System All-in посмотрим, что тут у нас из интересного. Давайте какой-нибудь KingCop Fighters 99. Ну, как я и говорил, аркады это что-то вместе с геймбой адвансом, более-менее вменяемость здесь можно поиграть. Нет, я ни в коем случае не советую, потому что это все равно не тот экспириенс, который вам нужен. Ну, а тут хотя бы не ускорена музыка, здесь какая-то речь. Ну, давайте Capcom System 2. И Fighting, так, и Final Fight, ну, Final Fight. Ну, в принципе, стандартный тормозит, музыка нормальная, что вполне себе играбельно. Можно даже на стике или нельзя. А, нет, можно. Ну, как-то хреново реагирует. Ну, то, что в него кто-то играет. Ну, что, скачал я сюда игрушки, давайте несколько протестируем, все-таки посмотрим до конца, как эта убогая хрень работает. Ну, и начнем с новинки Demon Astro Bots, что-то типа того. Ну, тут вот начинается вот с таких прикрас. Выбираем. Классный звук. Ну, и как вы понимаете, поиграть здесь вам не удастся. Далее у нас Comic Zone. Вот если так геймплей показывать, кажется, что да не, она же не тормозит. Нормально же все. Так, ну и дальше у нас получается X. Это, я так понимаю, уже так и есть. X. Левый Shift это у нас Y. А вот Z, кнопки Z они забыли. В итоге у нас пятикнопочное управление. Далее все-таки Mortal Kombat попробуем запустить. Вот что такое вещь. Вещь. Покупаешь и понимаешь, это вещь. Мне кажется, у нее кривой аналог. Шрифты, конечно, прикольные. Это какая-то Mortal Kombat Atari версion. Вообще. Так. Так. Ага. Ну, вот так играете. Да? Не, нормально же что? Давай тебе Total Racing посмотрим. Как всегда у нас только задний фон. Ну, вот как-то так. Давайте теперь посмотрим тяжелые игрушки SNES. Начнем с Yoshi Island. Что-то не так, да, уже? Тень сомнения уже закралась. Красота. Шикарная игра. И вот дальше вот это вот... Дальше до заставки мы не продвинемся. Что-то в каком-то месте там будет сбой. Ну, сейчас. Kirby здесь вообще не запускается. Да. Вот так вот. Вот. Поиграли. Далее гоночки. Дир... Дир... Диртрейсер. Музыку можно послушать. Ну, и все. пускай тренинг вот наверное единственная 3d игра которая здесь запустилась поехали играть хочу я уже играть хочу надоешь понял гуду лак это невозможно ну собственно все хватит уже хватит меня мучить ну и геймбо адванс наш любимый да кстати на снеса я забыл запустить эту же дум скачал но там немного мы потеряли он запускается и артефачи артефачи и так оп 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 вот мы понимаем что он select у нас левый шефта на l правый шефт вот как то так но немножко перепутали такими рывками очень страшно но еще по дэнди это поняли найдем красота вот давайте второй часть понимаете да как 3d игрушки здесь идут на этом наша полномочия так сказать все я кстати тут порылся нашел вот такой вот mp5 x7 когда-то у меня был на него обзор давным давно но как бы практически вот идентичные различие лишь в динамике чуть другие здесь грибки если не более такие втянутые ну и мин юсб зарядка они тайп си также есть tv out выход под наушники слот под карту памяти здесь у нас тайп си и снизу ничего нет но вот сзади прям близнецы только тут эта наклейка надеюсь они типа на самом пластике нарисованы так что вот такие вот братья-близнецы ну что ж вот такой у нас сегодня получился обзор на консоль пиджи пи а ее юнион нв 40 и это будут самые короткие итоги по данному видео я не рекомендую эту консоль никому но вы сами видели это просто чудовищная эмуляция любых консолей в любую консоль которая здесь есть если взять нормально поиграть нельзя где-то не хватает кнопки где-то просто тормозит где-то слишком быстрая музыка единственный плюс это консоли это ее доступность то что можно пойти сетевой магазин купить ее но и грубо говоря сразу поехать играть но лучше сразу не играть потому что вы разочаруетесь и будете жалеть потом все оставшиеся дорога потраченных деньгах деньгах ну и в принципе никакого удовольствия не получишь если вдруг вам так приспичило что-то купить благо есть ретро genesis порт 3000 если вы не хотите ждать версию с алиэкспресс виде фэйм или покет версии 3 купите лучше тогда ретро genesis они практически в одной ценовой категории и практически в одной ценовой категории но на ретро genesis хотя бы можно накатить прошивку которая также расширит функционал появится эмулятор геймбоу адванса чуть хуже будут идти игры для снес вроде как судя по комментариям сети интернет но это будет та покупка которой вы хотя бы так резко не пожалеете понятно почему я никому не засылают потому что такое рекламировать я не знаю что нужно говорить есть один канал где я видел он прям на серьезных щах говорил но здесь же больше экран да блин нахер этот экран к которому ни хрена не видно в общем дичайший отвратительная консоль я конечно же ее буду сдавать обратно в магазин но потому что платить за это я считаю как-то кощунством такой сегодня получился обзор если вам понравился поставьте лайк пишите свои комментарии а у меня на этом все всем до встречи и пока